Молочко-крем от комаров к молоку никакого отношения не имеет, а вот к комарам самое непосредственное. Препарат применяется прежде всего для защиты маленьких детей от укусов насекомых, поэтому к изделию повышенные требования. Для его производства нужно пройти специальную сертификацию в Роспотребнадзоре. Работник фабрики тщательно взвешивает согласно рецептуре определенное количество компонентов. И загружает их в реактор. Молочко-крем по своей природе является эмульсионным продуктом, а потому достаточно сложное в приготовлении. Сначала в одном реакторе создают жировую составляющую, а в другом готовят водную часть. В первом реакторе происходит нагрев и растворение компонентов, прежде всего активного компонента, инсектрипеллента. В водную часть включают полезные добавки, растительные экстракты, витамины и другие составляющие. После полного растворения компонентов происходит смешивание двух частей. Для этого жировой раствор подается в водный, включается гомогенизатор и начинается процесс интенсивного перемешивания и гомогенизации компонентов. Это продолжается в течение одного часа. В результате получается так называемая стабильная эмульсия. Пробы молочка передаются в лабораторию. Там с помощью аналитического прибора-хроматографа измеряют содержание активного компонента и другие физико-химические показатели, среди которых уровень водорода, который дает сведения о степени нейтральности. После получения положительного заключения лабораторий о качестве продукта, технологическая служба дает разрешение на дальнейшее использование молочка. Оно выгружается в емкость и доставляется на линию розлива и фасовки. Здесь происходит несколько технологических операций. С помощью насоса молочко-крем закачивается в раздаточный бункер разливочно-фасовочного автомата. Оттуда, через автоматический дозатор, молочко разливается во флакончики. Далее работница в каждую бутылочку с молочком вставляет распылитель с крышкой. Его еще называют диспенсером. Сами флакончики и распылители поставляются на фабрику в готовом виде. Крышка с распылителем автоматически закручивается. Следующая работница вставляет в приемное устройство колпачки, которые автоматически надеваются на бутылочки с дозаторами. Продвигаясь по конвейеру, флакончик попадает в так называемый этикировочный автомат. На емкость наклеивается этикетка и с помощью специального принтера наносится дата изготовления и номер партий. Далее работница помещает готовые флакончики в картонные коробки. Они оклеиваются скотчем и отправляются на склад. Это молочко, конечно, не так полезно, как коровье. Но зато летом надежно защитит вашего ребенка от насекомых.